Пришло время нашей постоянной рубрики «Я. История». Восемнадцатом столетии одна из важнейших транспортных артерий Ярославля, проспект Октября, представлял собой небольшую улочку, петляющую за земляным валом. Местные называли ее «Журавлевка» по имени богатого ярославского домовладельца. Известно еще одно название этой улицы – «Пещальная», скорее всего, из-за мастеров-оружейников, которых выписал из стулы еще сам Петр Великий. В соответствии с регулярным планом 1778 года улица выпрямилась и по новым кварталам протянулась от Семеновской, ныне Красной площади, до Романовской заставы, то есть к городской окраине. Сегодня на этом месте стоит веселый будочник, охраняющий покой ярославцев. В то время единственным каменным зданием на перекрестке Дворянской и Духовской улиц была Церковь Святого Духа. Теперь место храма занимает областное управление внутренних дел. В 1780 году появился и первый каменный дом, построенный отцом героя войны 1812 года генерала Якова Дедюлина, который во время войны с Наполеоном командовал ярославским ополчением. В 1851 году неоднократно перестроенный Дедюлинский особняк занял детский приют для девочек, носящий имя дочери императора, княгини Ольги Николаевны. А в 1902 при Ольгинском приюте появилась домовая церковь. В 19 веке на Дворянской свои особняки отстраивают богатые горожане и не только дворяне. Самые шикарные дома принадлежали настоящим олигархам того времени, Кокуевым и Дунаевым. Первые владели самой популярной в городе гостиницей близ Знаменской башни у Театральной площади, которую горожане так и называли – Кокуевская. А миллионеры Дунаевы были хозяевами знаменитой на всю империю табачной фабрики «Балканская звезда». В гостинице Кокуева частым гостем был и Максим Богданович, выпускник Ярославского юридического лицея, прославивший свое имя поэтическими произведениями и переводами русской классики на белорусский язык. Молодой поэт был влюблен в Анну Кокуеву, наследницу немалого состояния. Но богатые родители были против их отношений, считая Богдановича нежелательной партией. В итоге возлюбленная поэта вышла замуж за преуспевающего ярославского инженера. Еще один обитатель Дворянской улицы Иван Николаевич Дунаев, кроме своих миллионов, слыл в городе человеком неординарным и нелишенным чувства юмора. Чего стоит только история со строительством на территории табачной фабрики дома-дворца знаменитого особняка с атлантами.